душе вот меня интересует вот я считаю что душа это вот такая колбочка как бы колбочка внутри груди как бы она наполняется вот именно вот здесь вот она наполняется вот когда поешь там когда что-нибудь что-то такое делаешь ну-ка меня к снимаешься про душу расскажу потом давай потом переместим в общем короче говорят усталость от жизни там люди все-таки уставшие как раздражение накапливаются ну так я себя ощущаю что если они бою не пишут вообще реально не пою вот именно вот это чувство что одна бытовуха то есть в мире одна работала потом смерть то есть работа работы и как обратность нет в жизни нет радости радость исчезает не для для женщин для радости нужно сказка вот именно я наполняю свою вот эту колбочку намер душа в какого вот здесь на таким синим цветом голубым так наполняется Когда вот я пою, я слушаю, я начинаю петь, и у меня такое чувство постепенно наполняется. Это ещё наполняется, например, дарамы, смотрю, вот там про любовь, там романтика, вот он ради неё, вот когда вот герлические чувства, там он ради неё там на что-то пошёл, в общем, когда я вот вижу какие-то духовные там, короче, поступки людей, не просто так, там, вот, любовь, морковь, а именно вот ради там, она там чем-то пожертвовала. И вот такое чувство, что вот это как бы, ну, в общем, душа наполняется, такое чувство, что как бы я себе вот, жизнь слишком реальная, вот люди, почему у них усталость от мира, жизнь слишком реальная, потому что в мире есть проблемы там, счёт за ЖКХ, короче, ну, в общем, много проблем, ты всё должен, должен, один долг, а должно что-то быть для души, если, например, человек нерелигиозный, у него нет контакта с Богом, это плохо, потому что контакт с Богом, он наполняет душу вообще классно, потому что вот открыл Библию, я вот читаю, вот, даже вот я очень аж люблю повторять, когда мне плохо, когда мне сильно плохо, я много-много раз читаю отчинар, но бывает отчинар, что не работает, тогда я говорю вот этот псалом, я посмотрел на холм, откуда помощь мне придёт, от Господа приходит помощь мне, Творца земли и неба, и мне вот начинается вот колбасить. Это псалом номер какой-то, да? Да, не дремлет тот, кто хранит тебя и не даст упасть, он хранит тебя, ходящий израиль не спит, он не уснёт никогда, дневное солнце, ночная луна, ничто тебе не повредит, душу и тебя, и твоё, и тебя Господь хранит от любой беды, он, в общем, в походах и возвращениях твоих Господь тебя будет вечно хранить. В смысл такой вот этот самый любимый псалом, что что бы ни происходило, он тебя охраняет. Вот для меня это так сильно, но что бы вот он видит, и он как бы вот так, руку держит. То есть вот, ну, раз в день надо почитать Библию, вот если ты почитал Библию, тогда как бы, эта колбочка, она как бы так сразу, то есть вот песни и одновременно вот общение с Богом, они как бы раз насыщают. Ну, и понятно, что церковь тоже нужна, но общение с людьми из церкви, они как бы поддерживают, они тебя поддерживают вот в этом. А если этого нет, тебе трудно одному держаться. Но в принципе можно, если ты всё время с Богом общаешься, то есть всё время как бы читаешь, молишься, и в общем это тоже наполняет душу. То есть если ты не наполняешь этот сосуд, то есть есть даже песня, как бы, ты вспомни обо мне, кто не восполнил пустоту, тут навсегда исчез. Это в разных песнях, что если не заполнять пустоту, ты гаснешь, ты постепенно умираешь, теряется смысл жизни. То есть эту пустоту надо заполнять, ну, это надо, как бы, это надо помнить об этом, что если ты ведёшь животное существование, или как, просто как рабочая скотина жизни нового, то есть надо помнить про душу и обязательно заниматься духовными вещами. Я поэтому как бы время от времени пытаюсь песни писать. То есть у меня не получается, но меня это так прокачивает вот этот творческий канал, я вот просто открываю, пишу, 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 результатом недовольна, но вот такое чувство, что внутри как бы так немножко болит, болит, и такое чувство, что канал прочистился. То есть стало правильно, вот как бы расправилась вот там внутри этой колбы, она как бы смыкается, когда ты ничего не кормишь. А ты тут пытался написать песню, и такое чувство, что она наполнилась, она внутри наполнилась. Это не важно, что результата нет, сам процесс важен. Процесс заниматься духовными вещами, это надо, чтобы выжить тут, иначе как бы ты не живёшь, а просто существуешь. То есть вот чтобы жить, тебе нужно вот хотя бы пить, короче. Ну вот это все. То есть что-то выдавать наружу какой-то. Да, да, да. Давайте мы перебивочку сделаем. Выключаем.